Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мирзада и Шенбекова. Дан старт перекрестному году Кыргызстана и России с участием президентов двух стран накануне в Москве в Кремлевском дворце прошла официальная церемония открытия года, посвященного масштабному взаимодействию между странами по всем направлениям сотрудничества. Как отметили главы государств, проведение такого перекрестного года носит историческое значение для двух государств, отношения между которыми издавна считаются союзническими. В рамках года запланировано проведение более 200 разноплановых мероприятий, конференции научных деятелей, культурно-гуманитарные встречи, бизнес-форумы, серия встреч между представителями регионов России и Кыргызстана и многое другое. Перекрестный год Кыргызстана и России открылся большим гала-концертом в Кремле. В нем выступили около 200 артистов и творческих групп из Кыргызстана. На сцене были исполнены кыргызские и русские народные песни, произведения из оперы, мелодии на кумузе, а также национальные танцы. Российскую Федерацию и Кыргызскую Республику связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, которые поступательно развиваются по самым разным направлениям. Подчеркну, Россия нацелена на дальнейшее всемирное укрепление разноплановых связей с Кыргызией. И мы рассчитываем, что этому во многом будет способствовать успешное проведение Российско-Кыргызского перекрёстного года. Наши страны впервые реализуют столь масштабный проект. Сегодняшнее событие является выражением общих устремлений наших народов быть ещё ближе. Кыргызстан с уважением относится к общей совместности России истории. Кыргызский народ ещё полтора века назад из всех возможных вариантов развития выбрал судью быть вместе с народом России. Как показала история, это было верным шагом. Меж тем, правительство Кыргызстана рекомендует гражданам избегать мест массового скопления людей, ограничить проведение мероприятий с большим количеством гостей, соблюдать правила личной гигиены и проводить разъяснительную работу с детьми. Чиновники подчеркивают, в республике подтвержденных случаев коронавируса нет. Все контрольно-пропускные пункты на границе продолжают работать в усиленном режиме. А все, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, в обязательном порядке проходят тщательное обследование. Карантин в зоне обсервации и только после этого могут въехать. Ранее, напомним, Кыргызстан ввёл карантин для граждан, прибывающих из Ирана, Южной Кореи и Японии. Чиновники призывают граждан верить только официальным сообщениям, а не домыслам, распространяемым в социальных сетях. Стало известно, когда начнется суд по койтажским событиям. Как сообщил адвокат Бакатбек Автандиль Улу, предварительные слушания по уголовному делу назначены на 2 марта в Первомайском райсуде столицы. Кундуз Джолдубаева в соцсетях сообщила, что бывший президент Алмазбек Атамбаев намерен принять участие в судебном разбирательстве, чтобы быть рядом со своими сторонниками. Ранее отметим, Атамбаев отказался участвовать в судебном процессе по уголовному делу Батукаева, по которому он также проходит основным обвиняемым. По делу о койтажских событиях в обвинительном заключении значатся 14 человек. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям. Массовые беспорядки, хулиганство, убийство, покушение на убийство, угроза или насилие в отношении представителя власти, попытка насильственного захвата власти, незаконный оборот оружия и захват заложников. Вернуть кыргызстанцев из Сирии пока не получается. Министерство иностранных дел сообщает, что сложная обстановка, сложившаяся там, не позволяет репатриировать соотечественников. Дипломаты уверяют, что правительство держит на постоянном контроле этот вопрос. Сейчас продолжается сбор и анализ данных по кыргызстанцам и ситуации в тюрьмах и лагерях в Сирии. В них, как сообщается, идет активизация военных действий с участием различных разрозненных террористических группировок, что значительно осложняет нынешнюю ситуацию в Сирии и в регионе в целом. По официальным данным, в 2013-2014 годы к вооруженным формированиям в Сирии и Ираке присоединились около 800 кыргызстанцев, из которых примерно 150 женщин. Около 200 граждан уже погибли. Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий Ирака в лагерях находятся 78 детей, граждан Кыргызстана, матери которых сидят в тюрьмах. Электронные паспорта в Кыргызстане хотят внедрить и для автомобилей. Как сообщает ГРС, с 1 ноября этого года страны ЕАЭС должны перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств. Как отмечается, новый автотранспорт представляет собой запись в базе данных, в которой содержится вся информация об автомобиле. Марка, модель, цвет, год выпуска, объем двигателя, мощность. Всего порядка 100 сведений о машине. Документ будет действителен в странах ЕАЭС, России, Казахстане, Белоруссии, Армении и Кыргызстане. ГРС отмечает, что введение электронных паспортов для автомашин упростит взаимное перемещение и процедуры их регистрации на территории всех стран Союза. Кроме того, наличие детальной информации об автомобиле позволит сделать более безопасным процесс его продажи или покупки авто. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok